Ведь Ленин всегда молодой. Новый боярышник со вкусом лимонграсса. Человек пришел, заплатил тебе бабла, и ничего не получилось. Мы идем забирать деньги у наших клиентов. Ну, не та стратегия, на самом деле, которую я обычно разрабатываю, но в целом как бы рабочая история. Я хочу работать там с миллионерами. При отсутствии вложений можно легко достаточно реализовать. Я сейчас хапну, короче, инструментов, взорву этот рынок, и все будет просто на лайте. Россия священная, наша держава. Кто красавчик? Подкаст. Все, кто хочет построить бизнес, всегда важно придерживаться определенных стратегий. Но так много уже информации про стратегии, 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 как их правильно делать, как их правильно изучать, а главное, как их правильно внедрять. То есть ты можешь сколько угодно внедрять там стратегию, делать эту стратегию, а она нифига тебе не принесет. Сегодня поговорим именно про это, а также у нас сегодня невероятно интересный гость. Это Иван, которого мне нравится, как он называет себя, либо он называет себя так, потому что он себя любит. Но это стратегический коуч. Стратегический коуч Иван, здравствуйте. Да, Леш, привет. Раз что ты меня пригласил. Да. Иван Соловьев, стратегический коуч. За 7 месяцев создал 15 миллионеров. 19 миллионов прибыли за полтора года в консалтинге. Ну то есть ты выстраиваешь стратегии x100, x2, x1,5 и так далее. Как вот начать выстраивать стратегию, исходя там из своих ресурсов? Я думаю, что здесь есть несколько важных аспектов. Нужно сначала понимать желание непосредственно человека, то есть собственника. Второй момент – это опираться на те ресурсы или точку А, которые у него имеются. Ну и, соответственно, какое количество денег он готов вложить для того, чтобы добиться этой точки. В целом все. Ну хорошо, если мы поставили напрямую, поставили там, типа, я готов в ноль вложить, ну типа, у меня пока нет денег. Что там еще было? Там точка Б, ну пускай будет там, не знаю, 500 тысяч, да, там, или 300 тысяч, окей. И точка А, ничего нету, вот у меня ноль рублей, сижу. На самом деле, даже при этом раскладе есть стратегия, которые при, ну так скажем, при отсутствии вложений можно легко достаточно реализовать. То есть условно скажем, если зная тебя, то есть как человека, который не боится сцены, легко выступает, ну для тебя стратегия достаточно простая. Пошел на нетворкинг, привлек к себе внимание и тут же закрыл на сделки. То есть там все достаточно просто. Но это не та стратегия, которая позволит тебе потом себя вытащить из этого процесса. То есть здесь, соответственно, надо понимать цели, которые ты перед собой ставишь. Ну давай вот прям разберем по фактам. То есть мы с тобой составили точку А. Как мы можем искать вот эти гипотезы? То есть если, например, человек вот только на старте, либо он сейчас, у него там, не знаю, 2 миллиона рублей, вот как ему искать гипотезы, чтобы в эту стратегию их внедрять? Хороший вопрос. Наверное, отвечу достаточно просто. Для того, чтобы понимать, куда идти, нужно, во-первых, понимать, кто твой потенциальный клиент и какой у тебя есть потенциальный продукт. То есть через эту связку можно на самом деле определиться, в каком направлении тебе двигаться. То есть я обычно это делаю достаточно просто. То есть мы садимся на стратегический разбор. В рамках стратегического разбора я понимаю там твою целевую аудиторию. Мы ее более четко сегментируем, находим та, у которой есть бабки, и тот продукт, который и они готовы заплатить за это. И все, соединяется и начинается движение. Дальше уже выстраивается путь, по которому мы идем забирать деньги у наших клиентов. На этом канале я записал уже больше 70 подкастов. Почему я это делаю и почему вообще этот формат очень круто заходит для вас? Я реально хочу узнать секрет предпринимателей, который легко живут, легко путешествуют, легко зарабатывают деньги, занимаются любимым делом и так далее. И поэтому для вас я подготовил трехдневный бесплатный марафон по мышлению. Потому что большинство наших гостей очень сильно говорит про мышление. Но все равно, когда ты хочешь развиваться, тебе важно заниматься прокачкой мышления, припрограммировать свои какие-то негативные установки и так далее. Я этим занимаюсь уже больше трех лет и для тебя я подготовил трехдневный бесплатный марафон с практиками, с медитациями, с проработками. Это очень мощный крутой марафон, который доступен по ссылке в описании. Там мы вместе с тобой встретимся и каждый день, пока мы будем вести марафон, по часу в день я буду давать практическую часть, которая меня сильно помогла вырасти и дала крутые и мощные результаты. Кто красавчик? Если у меня, например, ничего нету, давай вот в эту историю посмотрим. Давай. То я могу целевую аудиторию выбирать, типа, я хочу работать вот с такими. Например? Типа, я хочу работать с миллионерами, например. Или я хочу работать с бомжами. Это тоже вариант целевой аудитории, но не сильно платежеспособный. Поэтому здесь в этом плане, конечно, можно на них сегментироваться, но... Ну, боярышник запустить. Новый боярышник. Новый боярышник со вкусом лимонграсса. Ну, не та стратегия, на самом деле, которую я обычно разрабатываю, но в целом как бы рабочая история. Давай разберем тогда кейсы. Давай, давай, давай. Давай самый просто невероятно мощный кейс. Да, я слышал там какие-то суперцифры. И самый херовый какой-нибудь кейс. Давай начнем с хорошего. Хорошо, с хорошего кейса, если по нему посмотреть. Недавно работал со школой по психологии. Девушка уже в этом направлении развивается там больше, наверное, лет пяти. У нее за запуск она делала миллион восемьсот. То есть мы начали с ней непосредственно работать. И на следующий запуск мы сделали, если я правильно помню, там четыре четыреста. На второй уже сделали в итоге семь шестьсот. То есть это вот в итоге получается просто благодаря тому, что понимая непосредственно, как целевая аудитория реагирует на свои боли. То есть мы это используем. Используем правильные прогревы, правильные коммуникации. И это дает, естественно, свой эффект. Это вот один из таких кейсов. Как это понять? Давай разберем, вот ты пришел. Давай вот прям препарируем всю эту историю. Давай. Вот ты пришел. Она делает там сториз. Вот что вы конкретно делали, чтобы это улучшилось? Не эфемерно, типа там нашу аудиторию? Давай прямо этот какой. Давай тогда вот у меня есть прям безумно простой кейс. Была одна консультация. Увеличилась там X7... Ну, X5, вру. Не X7. X5. Увеличилась оборотка. Да. Решение доставки... Врать здесь не надо. А? Здесь врать не надо. Здесь все чувствуется. Не-не, X5. Здесь, да, X5. Проверю. Вот. Была консультация. Мы ехали, на самом деле, смотреть дом. В процессе, пока этот дом смотрели, общались. В процессе общения я понял, что у человека, он планирует делать в ближайшее время там запуск. И у него есть два продукта. Один из них это премиальный. И второй по тарифному плану как бы стандартный, так назовем. И внутри этого оказывается, что основная часть ее аудитории, там почти 90%, покупает именно первый тарифный план. Потому что до второго был такой достаточно большой разрыв по деньгам. Что мы сделали? Мы сделали достаточно простое внедрение. То есть мы воронку всю не перестраивали вообще ничего. Мы просто на формат вебинара добавили второй продукт, который стал между первым и вторым. На премиальный мы подняли еще ценник, а здесь сделали более доступную цену, но она сильно отличалась от первого. Давай немножко по ценам сразу, чтобы было понятно. Сколько премиальный стоил? Премиальный стоил сейчас... В районе там. В районе там тысяч, наверное, сто. Мы его подняли, да, немножко где-то там порядка 200 тысяч рублей он стал стоить. Вот, а минимальный продукт стоил там 29 тысяч рублей, и мы внедрили средний продукт, который стал стоить на тот момент 45 тысяч рублей. Это на самом деле, и причем мы сделали каким образом? Сделали классный акцент на второй тарифный план. Ну, то есть мы прям все плюшки, бонусы, которые собрали, мы, короче, его просто насытили настолько, что человек смотрел, когда на первый, он понимал, что, блин, смысла нет в первый идти. Надо идти точно во второй. И за счет этого у нас почти 80% продаж было второго продукта, и тем самым мы сделали... Увеличили... Да. Все, я понял. То есть тем самым... То есть получается у человека вот найти вот эти точки роста, но их много точек роста. Колоссальное количество. Колоссальное количество. Да. На самом деле я могу поделиться одной такой легкой формулой. Я не знаю, то есть здесь как это, нормально? Ну, да, можно. Да, можно. Это, кстати, вообще офигенная тема. Я могу так сказать, что я вот именно на этой формуле в свое время делал в нескольких разных компаниях. Я сам работал в найме и делал просто иксы по результату. И вот сейчас формула на самом деле достаточно простая. Есть трафик. У любого бизнеса есть свой трафик. Есть конверсия. Конверсия – это эффективность работы либо сайта, либо лендинга, либо отдела продаж, которые продают непосредственно какой-то продукт. Есть средний чек. Средний чек, который мы получаем. То есть если все это дело перемножить, мы получаем оборот. Так вот, достаточно простая история. Если вы научитесь в рамках этой формулы влиять на любой из этих параметров, вы однозначно будете расти по обороту. Просто на любой. Это на самом деле один из самых крутых секретов, через которые можно делать просто невероятные иксы и результаты в том числе. Круто. Через эту формулу. Да. Как вот эти узнавать точки роста и как, например, познавать здесь с тобой, есть ли у тебя какой-то разбор, какой-то формат, чтобы ты подчеркнул эту точку роста, например. У меня есть такая услуга, стратегический разбор. Я приглашаю предпринимателей, экспертов. Иногда онлайн-школы прямо приходят. И что мы делаем? Мы там в рамках двух часов садимся. Я делаю полный разбор их бизнеса. Смотрю непосредственно, какую стратегию они до этого применяли. И смотрим на то, где у них провальные моменты есть. После этого, понимая, опять же, здесь вот в чем секрет самый основной, берешь вот эту формулу, смотришь через эту призму на бизнес человека, и ты понимаешь, где у него слабое место. То есть, понятное дело, что конверсия везде будет отличаться. Но при этом за счет огромной насмотренности, у меня больше трех тысяч разборов, поэтому здесь за счет огромной насмотренности я могу знать, какие конверсии у сайтов, какие конверсии у продажников в онлайн-индустрии, либо в ритейле, либо в опте. И это, естественно, помогает четко определить, на что надо сейчас надавить, чтобы сделать офигенный результат. А как с тобой познавидействовать до этого стратегического разбора, чтобы человек уже понимал, что нужно? Я думаю, что можно сделать достаточно такую. Я обычно, ну, в последнее время вообще перестал такие вещи сделать, но как бы для вас. Я сделаю такую штуку, то есть можете записаться. Я думаю, что Алексей позволит, мы дадим вам QR-код. Да-да, мы всегда здесь с удовольствием что-то забираем. Бесплатно. Да, кайф. Короче, сделаем просто-напросто, у меня есть бот, который записывает непосредственно ко мне на разборы. И мы просто-напросто дадим возможность людям зайти, мы пообщаемся, посмотрим, если вы плюс-минус подходите мне по бизнесу, по тому, где я точно могу вам помочь, ну, сто процентов. То есть записывайтесь, сделаем такой коротенький интервью-тест, который позволит и вам понять, куда вам бить, и, соответственно, я пойму, то есть как я могу быть вам полезен. Супер. Ссылочку на, значит, разборы от Ивана оставляю в описании. Прямо сейчас можешь перейти, записаться бесплатно. Я всегда стараюсь, чтобы вы получали как можно больше, значит, практической пользы с этих подкастов. И вот эти разборы я тоже стараюсь наших экспертов вытягивать от сердца, отрывает вот тут. Да. Окей, хорошо. Так, расскажи про какой-нибудь херовенький кейс. У меня был один такой очень интересный кейс. Хотя, вот, ну, давай таким образом слово херовый, как бы потенциал, который он мог реализовать, не реализовал, но в два раза вырос. Не, ну, 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 не, 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 не. Так не пойдет? Не пойдет. Ну, вот давай вот конкретно тот человек пришел, заблотил тебе бабла, и ничего не получилось. Такое бывает? Два человека за всю свою... Два человека было. У меня порядка, наверное, 95-97% ребята делают результаты, но два человека реально было. Почему такой большой процент? 97% это очень большое. Потому что я выбираю людей, с кем я готов работать. Да. И здесь есть четкое понимание, что, например, с человеком, которым мы работаем, мы изначально заключаем договоренность. То есть, что это значит? Это значит, например, я общаюсь с человеком, я для себя понимаю, он готов действовать сейчас. То есть, есть ли у него достаточно мотивации для того, чтобы он начал действовать. На самом деле, это ключевой момент. Знание и все остальное, это второстепенно. А дальше уже можно будет выстраивать правильную стратегию. Так, по поводу кейса. Да. По поводу кейса. Почему я спрашиваю этот вопрос? Да, потому что... Классный момент. Когда ты понимаешь плохие кейсы, ты понимаешь, какие ошибки человек совершил. Было несколько кейсов, как раз порядка двух. Была девушка и один парень. У парня. Он пришел непосредственно, начал со мной работать. И проходит около трех недель. И человек за эти три недели, из тех рекомендаций, которые ему сдали, уроки, которые ему записали, инструменты, которые ему вот так вот на блюдочке, человек ничего не внедрил. И впоследствии мы уже начали коммуницировать по поводу того, чтобы давай, родной. Но потом я понял, что перекладывать, условно скажем, его результат на себя я не готов. То есть я готов нести ответственность за то, что я даю. То, что это работает. А вот за человека, что он возьмет себя в руки и начнет хоть что-то делать, то есть здесь как бы нет. И поэтому мы с ним расстались. В итоге он не сделал результат, но при этом расстались достаточно хорошо. Ему вернул просто деньги и со спокойной душой отпустил. Второй результат был, это мы на первом этапе очень круто стартанули, но впоследствии у человека он вложился в несколько проектов одновременно. То есть он занимался, ну, был свой бизнес, параллельно открыл еще один и зашел в три обучения. И это все происходило в параллели. И в этот момент, ну, хоть как там, делай, короче, мотивацию. То есть у человека вроде и здесь его тыркают, и здесь, и здесь. Поэтому здесь в этом плане... Ну, короче, две ошибки. Это расфокус и, соответственно, просто невыполнение задач. А ты же вот... У тебя сейчас пенсионирование как стратегический коуч. Значит, ты еще раз шаришь не только в бизнес-инструментах, но и в мышлении. Правильно? Правильно. А как это связано? Действительно. Как же это связано? Мне кажется, это, наверное, ключевой вопрос, который люди думают, когда идут в бизнес и рассчитывают на все. Блин, я сейчас хапну, короче, инструментов, взорву этот рынок, и все будет просто на лайте. Но, к сожалению, человек приходит на рынок, берет инструменты и ничего не внедряет. И вот здесь вот как раз самый основной вот этот момент. То есть почему это происходит так? Первый, наверное, аспект. Нужно работать с мышлением постоянно. Мы, ну, я, не мы все. Я вырос в СССР, и очень много отпечатков, когда отложилось со стороны, что все мы равны, что социализм, короче, рулит, что куча убеждений, когда нельзя высовываться. И вот все вот эти вот нюансы, они... Ведь Ленин всегда молодой. Я буду сдерживаться до последнего. Я думал, попоем. Пока подкасты я еще не делал ни с кем. Блин, на самом деле здесь про Ленин сразу вспомнил такое. Так, был октябренком, был пионером. И, короче, на следующий год должны были принять комсомол. И комсомола не стало. Не получилось. Так, у тебя много ограничений и убеждений. Да, и я понял, что это влияет в первую очередь на меня. То есть, когда начинаешь ставить перед собой какую-то интересную цель... Ну, давай просто пример такой, на мой взгляд, очень простой, при этом он прям так классно характеризует. В компании техносила. Я в свое время был супервайзером, человек, который отвечает за какой-то блок. Техносила, это кому принадлежала? Техносила принадлежала, хер знает, кому-то. Техносили. Не знаю. Почему-то, кажется, не техкова, нет? Нет. Ну, на тот момент я этого не знал. Может быть, она и принадлежала, без понятия. Вот. Техносила. Внутри техносила я был супервайзером. Супервайзер отвечает за какой-то конкретный блок. Это может быть аудио-видеотехника, либо компьютерная, либо бытовая техника. У меня компьютерная была. И я пришел как раз в Техносилу, и открывался магазин. 15 декабря было открытие этого магазина. Я перед этим собрал команду, с ней поработал, короче, и сказал, что, ребята, через полгода я стану директором. И что же произошло? В рамках полугода не было ни одного предложения. Но 15 мая со мной произошла беседа, где мне сказали, что тебе будут передавать полномочия на управление этого магазина. И я офигел, как это работает. Круто. Вообще прям, я такой... То есть у меня была цель, причем она была четкой даже в датах, причем я огромное количество энергии, конечно, туда вкладывал. Я прям, ну... Ну, вот вера, да? Да, и вера, и действие. То есть, ну, на самом деле у меня по показателям просто лучший был отдел не только в дивизионе, но я думаю, что и по компании один из лучших точно. Круто. Вообще кайф. И поэтому работа с мышлением, это очень важно. Работа с мышлением, это на самом... Какие инструменты? Слушай, давай я тебе сейчас вот одну тему дам, которая из тренинга, но мне кажется прям вообще, короче, вообще прям прикольно. Смотри. Раздеваться надо? Держи себя в руках, как бы, если я был бы девушкой, я бы сказал да. Но... Очень такой прикольный достаточно момент. Вот, например, ну, и вы тоже. Представьте. Вы сидите в автомобиле. И у вас автомобиль вот тот, который вы хотите. Он классный, шикарный, прям всё кайфово в нём. И вот теперь автомобиль стоит, находится где-то в каком-то классном месте. И вот сейчас попробуйте посмотреть с внутреннего взора. То есть, что вы рядом видите? Вот сколько вы в этом плане, то есть, что наблюдаете вообще? Что происходит вокруг? Обычно в состоянии покоя человек практически на 360 градусов всё целиком, полностью понимает. Он понимает, что сзади происходит. Понимает, что справа там пешеходы идут, слева едут автомобили, ещё что-то. То есть, у человека всё в состоянии покоя. Чётко можно это всё транслировать. Прорисовать. Да. И вот представь, то есть, в итоге надоело сидеть. Мы нажимаем кнопку старт и давим тапочку в пол. У меня не кнопку, мне надо зажигать. Ну, как бы ничего. Вырастешь когда-то, возьмёшь нормальный автомобиль. Порше. А, ну, локация. Вот. И, короче, машина начинает разгоняться. Разгоняться она там километров 40 в час. И сейчас что произошло непосредственно вот с этим вот мировосприятием? То есть, с человеком, который сидит внутри этого автомобиля? Происходит следующее. Из 360 градусов вся задняя часть, ты перестаёшь её контролировать, потому что, по сути, ты находишься уже в движении. Ты видишь, что впереди, вправо-влево, в принципе, на 40 километров в час можешь позволить себе отвлекаться. Легко. Почему? Потому что скорость маленькая ещё, безопасность достаточно высокая. И ты, в принципе, видишь где-то, ну, градусов на 180 свободно. Понимаешь, что этой скорости тебе недостаточно, ты добавляешь тапочку в пол. Ты разгоняешься, и уже километров 8 сейчас. И в этот момент угол обзора твоего видения, он начинает сужаться. То есть, там остаётся, ну, допустим, там градусов 110, может, 90 градусов. И всё больше и больше внимания дороги. То есть, всё, что, даже если рядом происходят какие-то катаклизмы, ещё что-то, ты сфокусирован на дорогу. Но при этом позволяешь себе иногда там позвонить, отвлёкся, смс-ку отправить, включить радио, перенастроить. То есть, есть возможность отвлечения. Но добавил скорости 140 километров в час, 160. Блин, драйв внутри, энергии огромное количество, и твой фокус стал в 30 градусов. Тебе вообще всё равно, что происходит рядом на обочине дороги. Ты на это просто не обращаешь внимания. И ты просто сфокусировался в одну конкретную точку, в ту цель, в тот путь, куда ты направляешься. И вот, на самом деле, секрет здесь достаточно прост. Для того, чтобы двигаться в своём направлении, нужно сделать первый шаг. И чем быстрее ты разгонишься, тем фокус на этой цели становится всё больше, и однозначно ты придёшь к этому результату. Кайф? Мне надо переварить это. Ну, ничего, как бы. Сможешь, я думаю. Пойду переварю. Может, яичницу такое? Я понял. Окей. Ну, то есть, типа, я немножко не понял, к чему ты... Почему движение? То есть, чем быстрее у тебя будет движение... Тем быстрее скорость, тем больше фокуса будет непосредственно в одном направлении. А как эту скорость контролировать в реальной мире, а не в визуализации на машине? Тут понятно. А вот как вот контролировать здесь? Вот давай более... Ты мне так эзотерически рассказываешь. Я более приземлённый человек. Хорошо. Что делать? Здесь вопрос не в контроле скорости. Здесь вопрос, на самом деле, фокуса того, куда ты движешься. То есть, если у тебя твоя цель будет представлена настолько круто, ярко... Всё, понял. ...что ты её прям видишь, то, по сути... Типа, я точно-то хочу. Конечно. Но тогда разницы нет, какая скорость. Чем быстрее скорость, ты просто быстрее дойдёшь, и всё. Ну, то есть, условно, я когда машину покупал свою первую, у меня была прям невероятная... Я прям вставал каждое утро и такой, типа, надо всё брать. Но у меня не было денег. И я быстро заработал на неё. Буквально за полтора, за два я такой, типа, всё, еду покупать. Ну, у меня такая же история была сначала с квартирой, потом с машиной, с должностью несколько раз такие темы прокатывали. Поэтому, ну, на мой взгляд, хочешь сделать для себя результат, начни представлять конечную цель настолько детально, как будто ты уже в ней живёшь. Тогда это будет кайфово. Какие у тебя есть гарантии вот в твоей работе? Гарантии. Очень классный вопрос, потому что... Спасибо. ...на мой взгляд, гарантия может быть в жизни только одна. Это смерть. С точки зрения гарантии непосредственно там по поводу работы... Это удобно в договоре писать. Да. Если смерть, обеспечим возврат. По поводу того... Чёрный юмор. Могилку. По поводу того, что гарантия непосредственно по поводу результата, если об этом как бы говорить, то здесь на самом деле есть очень прикольная тема. Я её заметил, наверное, где-то года три-четыре назад. Я, кстати, для себя в тот момент принял решение, услышал у кого-то, что нужно давать гарантию результата. Я, короче, первый поток набрал. Ребят, с кем начал работать и всем дал гарантию результата. И что я заметил? Я заметил, когда у человека есть гарантия результата и в формате, что деньги можно легко достаточно вернуть обратно, то человек фокусируется не на действиях, чтобы сделать этот результат, а он фокусируется на том, а какие есть недостатки в этом движении. А нужно ли мне что-то делать? А имеет ли смысл мне вообще что-либо делать? Ведь, в принципе, даже ничего не делая, я верну деньги свои обратно. И в итоге из того потока, наверное, это самый такой плохой был поток с точки зрения результативности, были ребята, которые сделали результаты, но там больше необходимость была. То есть вроде как сзади были машты сожжены, и хотелось двигаться в отношении результата. Поэтому гарантию непосредственно на действия человека дать не могу. Я могу дать гарантию на свой контент. Если человек его использует, 100% будет результат. То есть ты говоришь про стратегии X2, X100, а где твои X100? Хороший вопрос, потому что... У меня все вопросы хорошие. Вообще просто, я не знаю, мне кажется, как будто ты подготовился. Да. По поводу X100. Где твои X100? Для того, чтобы сделать X100, нужно выстроить некий фундамент. Ну, то есть что имеется в виду? Надеюсь, ты знаком с принципом бамбука. Это такое дерево, которое 4 года. Ты его поливаешь, ухаживаешь за ним. А у него только разрастается корневая система. И видны первые отростки. Ну, не знаю, он в год чуть-чуть набирает по росту. И на пятый год он делает колоссальный взрыв. И он сразу в течение года просто на 4-5 метров вверх вырастает. И это к чему? Это к тому, что стратегия типа легких денег, она существует. Но она больше, наверное, исключений из правил, потому что в любом случае нужно работать, как ни странно. Поэтому стратегия X100, она всегда реальна при условии, что ты системно выстраиваешь все, что у тебя есть. И это, естественно, дает сначала небольшие результаты, но впоследствии даст рост больше, чем X100, я думаю. Ты сейчас работаешь на рынке инфобизнеса, так или иначе, да? То есть ты занимаешься инфобизнесом, и ты для инфопредпринимателей в основном. И только, ну не только, у меня огромный опыт ритейла, да, там B2B сегмент, то есть в целом тоже очень классно понимаю. Что ты думаешь про рынок инфобизнеса? А я сел, Блиновская села, Лерчик заплатил налоги. Как изменился вот в этом формате? Я думаю, что Россия – это очень интересная страна. Россия священная. Наша держава. Хотя я не пою, смотри. Вывел. Да-да-да-да. И я могу так сказать, что, ну, если человек решил для себя, что он строит бизнес, нужно строить его в белую. Да, АЯС не строил в белую. Но мне кажется, это просто Россия. Вот, ну, здесь тяжело сказать какие-то такие комментарии. Но типа ты риски на себя тебе берешь. Я понимаю прекрасно, что есть определенный риск. Это то же самое, что, например, блин, иногда ты решил перейти на красный свет светофора. И ты понимаешь уровень риска. И зачастую даже на зеленый свет светофора ты переходишь, и там тоже есть определенный риск. Поэтому, ну, предприниматель это по умолчанию тот человек, который, ну, он живет с риском внутри. Потому что для него именно через те инструменты, которые он использует, они дают результат. И он не готов от них отказаться. Поэтому, естественно, что на чаши весов всегда будет доля риска. Ну, вот рынок инфобизнеса как, по-твоему, изменился? Я думаю, он стал чуть-чуть больше... В связи с событиями. Да, в связи с этими событиями, я думаю, первое, что изменилось, люди стали очень осторожно покупать. Потому что в один момент наплодилось огромное количество людей, которые считают себя экспертами. Наставник-наставник. Я наставник-наставников. Короче, блин, у меня там, я все делаю для того, чтобы вы что-то делали. То есть... Вот. И это, на самом деле, очень сильно обожгло рынок. Потому что мне недавно проходили кастдевы. Мы ребятами общались, которые зарабатывают миллион плюс. И из десяти человек покупали себе наставников восемь человек. Один из них вложил непосредственно в свое развитие около трех миллионов. И я задал вопрос. То есть, насколько ты удовлетворен непосредственно вот этой историей? И человек рассказал, я получил определенные фишки, плюсы, да. Но при этом, на мой взгляд, что человек за эти деньги вроде как не додал ему каких-то... Ну, или результат ему его не устроил. Может быть, так это сказать. То есть, инфобизнес, на самом деле, это, наверное, сейчас одна из самых развивающихся отраслей. И причем, что самое интересное, мы еще в этом рынке не нащупали потолок. То есть, если раньше, например, пока не было вот этого инфополя, было понятно, что в рамках, допустим, России объем образования составляет порядка 12 миллиардов рублей, то сейчас эта цифра очень сильно выросла, просто колоссально выросла. И я думаю, что мы еще даже не нащупали вот этот вот потолок. Потому что все изменилось. Появились такие условия, когда человек чувствует себя в безопасности и готов в этом плане двигаться в сторону предпринимательства. Так что, я думаю, мы на пороге новых изменений, новых реалий. И это здорово. Сейчас на рынке, ну вот я это вижу, да, что там есть Петр, не помню фамилию твою. Короче, ему там все пишут, что, типа, мошенник, верни бабло. Ну, короче, какая-то трешанина начинается. Потом, значит, Алексей Кобелюк тоже завел свой блог. Типа, рассказал, что он, типа, зашел на мастер-группу, взял кучу долгов. Сейчас в минусах, у него минус 10 миллионов. Ну, типа, все очень плохо. И вот есть такое ощущение у меня, да, в рамках инфобизнеса. Я никогда к этому рынку так, ну, я был, давай так, я даже остаюсь до сих пор в рамках инфобизнеса. Но я всегда к нему относился как предприниматель, немножко со скептизом. Ну, то есть, вот всегда ты слушаешь всех людей, такой, ну, то есть, все, что говорят в рамках инфобизнеса, я всегда делю на два. То есть, кто-то говорит, я зарабатываю лям, я такой, 500 тысяч. Я заработал миллиард, я такой, блядь, у него минусы точно. Ну, то есть, у меня всегда вот так, я всегда делю презентации, слайды, все. Типа, я побывал в 60 странах такой, в 20 было. Вот как ты думаешь, вот эта проблема, она, почему она возникла? Что сейчас огромное количество людей, и мы, может быть, даже не знаем этих людей. Возможно, завтра выйдет какая-нибудь там, не знаю, Евгения Ли, скажет, тоже вся в долгах, ничего нету, ничего. Такое может быть. Потому что эти люди, которые вот сейчас выходят, и у них появляются какие-то проблемы, они же казались мне, ну, такими, ну... Мастодонтами. Ну, не мастодонтами, но вот Петя, он был там на выезде МСА, он такой, ну, типа, товарищ, который зарабатывает там 10, 15, ну, то есть, какие-то суммы вот эти, знаешь, вот эти суперкрутые. А на самом деле продукт... Не могу, как бы, там, ориентироваться, там, по конкретным людям, и что у них там происходит, не знаю эту ситуацию, но расскажу, наверное, то, как сейчас происходит внутри, наверное, клубных историй. Наверное, вот эту вот тему. Потому что, если человек заходит внутрь клуба, и этот клуб имеет определенный статус, внутри клуба есть понимание, какая оборотка, прибыль или еще что-то там считается адекватной. И очень часто, я думаю, люди стараются не быть, кем они есть, а как раз казаться. То есть, типа, вообще-то... Вот, смотри, вот в этом-то и вопрос. И я, красавчик! Супер, ты правильно все говоришь. Смотри, в этом вопрос. То есть, вот я понимаю, что эти ребята казались, потому что рынок инфобизнеса предполагает, что тебе нужно показать, что ты в Таиланде, я на Бали, я богатый. На Тли. Да, и, соответственно, и тогда будут покупать. Ну, то есть, такая логика. Типа, вот я с Ламбой, меня купили. Все продают, условно скажем, некую точку Б, которую другой человек хочет туда попасть. Да. Ну, а если ты, вот, как бы, ты бомжара? Типа, имеет ли смысл идти в большие чеки? Ну, то есть, как людям понять, что вот этот чувак реально такой, а вот этот бомжара? И просто взял все в кредит, в аренду, взял в аренду, поснимал рилсы, и все. Вот так. Слушай, очень, да, глубокий вопрос. Если посмотреть на это со стороны рынка, наверное, это действительно является колоссальной болью, потому что зачастую люди не понимают, у кого и что они покупают. Это, наверное, ну, говорю, реально такая боль. Что бы я, наверное, делал, потому что я тоже, ну, несмотря на то, что я являюсь сам одним из ребят из инфобизнеса, я и покупаю у людей тоже из инфобизнеса. Но при этом я не покупаю, если я четко не понимаю, что этот человек является экспертом. Для меня это достаточно просто. Нужно просто сесть и с ним пообщаться. То есть, исходя из своего опыта работы не только в сфере инфобизнеса, то есть, были свои твердые бизнесы, работал в разных крупных компаниях. То есть, я много что знаю со стороны цифр. Смотри, вот ты и понятно, то есть, если я с тобой сяду, я тебе могу продать, там, сказать какие-то терминологии, расписать, то есть, ну, ты поймешь, что я что-то шарю. Но если человек вот, ну, нервичок, то есть, он взошел, ты на вебинаре говоришь, ой, бабки полетят. И он такой, я верю, все. Здесь, наверное, я бы посмотрел историю, во-первых, соцсети. Ну, то есть, словно скажем, человек, например, там, был до этого бомжара, и тут неожиданно кто-то в него вложился, или он откуда-то деньги взял, и там смотришь, и он такой, аллилуйя. То есть, ну, как бы бог, который спустился к нам на землю. Ну, наверное, это не совсем логично. То есть, значит, что-то произошло. Отсмотреть ленту? Да. Я, как минимум, то есть, однозначно бы туда посмотрел. Прикольно. Вторую тему, которую я бы взял, это есть люди, которые о нем отзываются. Зачастую эти отзывы либо куплены у таких людей, либо они скрывают тех людей, которые эти отзывы дали. То есть, они не дают ники, не дают в этом плане ссылки в профиле. Я бы, на самом деле, прям вышел бы к нескольким ребятам и просто пообщался. То есть, ну, для того, чтобы себя в этом формате прямо обезопасить. И следующий момент, я бы... Вот здесь сразу давай возражу. Есть такая проблема в этом рынке. Немножко у нас вот такой сегодня диалог с тобой получится. Ну, ничего. Но мне кажется, это очень интересная тема. Что есть такая проблема, что люди, которые зашли внутрь, в рамках инфобизнеса, вот, например, мои ученики, даже если у них нет результата, они будут топить за меня. Почему? Потому что они под моим влиянием, а я, например, занимаюсь мышлением. И в мышлении я ненавижу... Я почему занимаюсь мышлением? Потому что я ненавижу людей, кто занимается мышлением. Понимаешь? Закайф. Потому что у всех всегда есть ответ на вопрос. То есть, я говорю, ты не прав. Он говорит, у тебя позиция, значит, тебе нравится конфронтация. У тебя вот такая позиция, тебе вот типа нравится. Я говорю, нет, ты просто не прав. Он говорит, это такая позиция. Я понимаю. Типа, это детская позиция. Вот типа, ты не хочешь принимать реальность, какая она есть. И на каждое слово, на любую ситуацию, любой коуч или любой, кто знает вот эти всякие ответы, он сюда переворачивает. Всегда. И ты не можешь с этим ничего сделать. Прекрасные люди, кто работает с мышлением. Да, сто процентов. Вот человек зашел в инфобизнес, он получает влияние от человека, он не сделал результата, но он типа такой довольный, потому что у него появилась как секта. Это все равно секта определенная, у него появилось окружение, его кто-то слушает, ну то есть все равно внутренние изменения уже пошли, но внешних изменений нет. И ты приходишь к моим ученикам и говоришь, как Леха? Они говорят, круто, типа вообще здорово, пушка, вообще кайф. И ты тоже попадаешься. Да. И ты посмотрел мои соцсети, например. Да, кайф. Еще какой-нибудь. Здесь, смотри, если, например, здесь вопрос, какие я вопросы же задаю. Да. Я бы в этом плане спросил, сколько человек было непосредственно в группе. Кто из них сделал самые топовые результаты? И поделись, пожалуйста, контактами для того, чтобы я с ними пообщался. А, мне задашь вопрос. Нет, тому человеку, который является... Ну, наставником. Не, не наставником. Я спрошу у того, чей отзыв есть, я к нему вышел и у него поинтересовался. Окей. То есть, чтобы для меня было понятно, то есть вот он мне говорит, вот у этого был офигенный результат. Я говорю, хорошо, результат в чем был офигенный? И он мне говорит, ну, например, он теперь научился одевать правильно шляпу. И такой, слушай, это невероятно. Да, это, блин, это стоит того, короче, я хочу тоже так научиться. И после этого идешь уже и принимаешь решение. То есть, на мой взгляд, здесь, я думаю, знаешь, какая история еще? То есть, зная техники продаж, зная непосредственно, как люди влияют друг на друга, и понимая все это изнутри, у меня есть определенный скепсис, наверное, как и у тебя, да, по отношению к людям. То есть, я не то, что им не доверяю, я доверяю себе. И через эту призму я хочу больше понять, то есть, насколько фундаментально он выстроил вот этот вот процесс, в который я буду заходить. Поэтому я в любом случае буду проверять эту информацию и не принимать решение на холодную голову. Ой, на горячую голову, да. Вот, это хороший совет. То есть, потому что... Выдохнул. Выдохнул, переспал. Смотря с кем. Вот, и, ну, еще тоже давайте совет сразу дам всем, кто слушает. Отбор. Вот очень сильно влияет, мне кажется, отбор. То есть, если ты оставляешь заявку, и ты проходишь, типа, ну, достаточно быстро такой, типа, да, точно, блядь, работаешь. А возможно, ну, типа, ну, возможно, просто это инфобиз такой, который... Ну, то есть, у тебя вот 97% результата, на мой взгляд, это очень большая сумма. Цифра. Цифра просто невероятная. Но это за счет того, что ты делал отбор. Да. Это я квалифицирую людей, прежде чем брать их сам к себе в работу. И ты кого-то выгоняешь, говоришь, к сожалению, не получится. Ну, типа, зачем тратить и мое, и свое время? Хотя деньги я хотел бы взять. Естественно. Да. Но здесь понимаешь, что если, например, ты в какой-то момент начинаешь просто принимать решение в пользу денег, у тебя начинает внутренняя уверенность. Знаешь, пошатываться, когда... У меня вот 97%, блин, я вот... Реально такая цифра. Как это можно проверить? 95% у меня было. Ты как будто узнаешь, как Лукашенко. Да? Ну, что-то такое, да. 80%. Да за меня все голосуют. Слушай, блин, надо взять это на вооружение. Кстати, действительно, тема, типа, пойду в президенты, типа, за меня все голосуют. Ну, то есть, 97% у меня просто конверсия в 63. 63%. 63%. Это 63%, которые делают результат. Результат, да. Но у тебя здесь другая история. Ты работаешь через курс. А я в основном работаю именно с людьми тет-а-тет. Да, да, в наставничестве. То же самое. То же самое у меня было. Ну, не знаю, у меня вот... Вот у меня херовники, видимо, продукты. Ну, нет, здесь вопрос не продукта. Здесь вопрос просто... Ну, возможно, у меня там на потоке там 6-5 человек, у тебя, допустим, там 40. И, соответственно, ты, естественно, не можешь уделить достаточно внимания каждому человеку, исходя из этого. Просто 97%, на мой взгляд, это история, которая должна продаваться. Ну, то есть, тебе вообще ничего не надо делать. Ну, то есть, просто люди должны говорить, да, блядь, там Ваня есть. Ну, типа, 97%. Ну, 97% это как будто бы почти 100. 3% что-то не делается. Ну, не почти 100. Ну, говорю, 95-97. 97 у нас в пике было там, с потока. Ну, вот 95 мы более-менее стабильно держимся. Но, опять же, это смотря за какой период брать. Если брать в целом, допустим, там за последние 3 года, пока я работаю, наверное, среднее будет, там, ну, процентов 89. Потому что в самом начале не было таких хороших, крутых результатов. Вот. Сейчас уже достаточно просто с учетом того, что ты понимаешь, какие люди, во-первых, делают результаты. И кому поможет эта программа. То есть, соответственно, я более четко понимаю свою целевую аудиторию, которая приходит ко мне. Супер. Спасибо за этот классный подкаст. Посмеялись, классно провели время. Ребята, обязательно подписывайся, ставь лайк, как выпишешь свои инсайты, которые ты получил по стратегиям, по управлению, как выбирать себе наставников. Мне кажется, мы это все хорошо сегодня разобрали. Ваня, спасибо, что пришел. Все. Всем пока, ребят. Спасибо. Все соцсети на Ване оставляю в описании. По ссылке обязательно подписывайтесь на все, что у него есть. Читайте, слушайте, общайтесь. Кайф. Кто красавчик. Подкаст.